Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Очередные кандидаты выборов 2018 года Национального собрания Республики Западная Армения. Президент Арманак Абрамян отдал дань уважения Жизель Рожери. Президенту знаменосцев Канна и прилегающих территорий. На выборах мэра Еревана победу одержал блок Мойшак, поддерживаемый премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 23 сентября Никол Пашинян в Нью-Йорке встретился с армянами, проживающими на восточном берегу США. Гутериш назвал передачу власти в Армении фантастическим примером. Ситуация в Сирии. В воскресенье праздновали 103 годовщину самообороны Муссолера. Роберт Сулахян родился в Полисе, жил в Алеппо до 2011 года, был членом военной и некоммерческой армянской благотворительной организации. Гайне Авакян родилась 3 декабря 1974 года в Ереване. С 1981 по 1991 год училась в средней общеобразовательной школе имени Хремяна Хайрика. С 1992 по 1997 год училась в Ириванском экономическом институте и получила специальность экономиста-бухгалтера. С ранних лет была заинтересована историей Армении, никогда не могла смириться с потерей наших исторических территорий. Поэтому, узнав о существовании парламента и правительства Западной Армении, начала верить в возможность вернуть все, что было утрачено, имеет желание стать частью данного процесса. Выдвижение кандидатов в Национальное Собрание Республики Западной Армении началось 1 февраля 2018 года и состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. В Национальное Собрание Республики Западная Армения парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Президент Арменак Абрамян отдал дань уважения Жизель Рожери, президенту знаменосцев Канн и прилегающих территорий. Во время ужина организованного той же ассоциацией в присутствии мэра Пейменада господина Жерара Дель Хомизи, вице-президента Федерации правовых и судебных дел Флоры. Жизель, или точнее госпожа президент, решила передать факел. И поэтому я от имени всех армянских ветеранов выражаю преданность и уважение за проделанную совместную работу, которая была проделана за Родину и честь, учитывая ее энтузиазм и ответственность в команде, отметил президент Абрамян. Согласно полученным со всех 475 избирательных участков, данным на выборах в Совет Старейшин Еревана победу одержал Блок Мойшак, поддерживаемый премьер-министром Армении Николом Пашиняным. Центральная избирательная комиссия завершила электронный подсчет голосов, который показал, что за Блок отдали свои голоса 294 109 избирателей, или 81% жителей столицы Армении, имеющих право голоса. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, второй партией стала процветающая Армения с результатом 6,95%, или 25 219 голосов. Третий Блок – Свет, за который отдали свои голоса 18 112 избирателей, или 4,99% жителей столицы Армении. Согласно действующему законодательству, в Совете Старейшин, состоящем из 65 членов, должны действовать минимум три политические силы. Явка на выборах составила 44%. Таким образом, возглавивший пропорциональный список Блока Мойшак, комедийный актер Гайк Марутян автоматически становится мэром Еревана, поскольку данная политическая сила получила более 50% голосов избирателей. Как ожидается, он вступит в должность в середине октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 сентября встретился в Нью-Йорке с представителями местной армянской общины, а также с представителями армянской общины США. Как передает Армен Пресс, об этом пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Николы Пашиняна Арман Ягуян. Премьер-министр Армении выступил с речью и ответил на вопросы присутствующих, осветив внутриполитические процессы в Армении, политическое значение результатов выборов в Совет старейшин Еревана, смысл переходного правосудия, а также условия, необходимые для урегулирования карабахского конфликта, пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Арман Ягуян. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутериш назвал процесс передачи власти в Армении в апреле этого года фантастическим примером мирного урегулирования подобных вопросов. Мы недавно имели фантастический пример мирной передачи власти, которую продемонстрировали в Армении. Это фантастический пример, который говорит, что есть причины верить, что новое поколение будет способно принимать решения лучше, чем мое поколение, сказал Гутериш во время сессии ответов на вопросы в социальной сети Facebook. Несколько сотен боевиков сирийской свободной армии было переброшено из Африна в населенные пункты Сармада и Кафр-Кермин, сообщает источник в Telegram. На вооружении у отряда сирийской армии находятся танки и другая бронетехника. Предполагается, что эти боевики будут участвовать в предстоящей операции против террористических группировок, которые отвергли российско-турецкие договоренности по созданию демилитаризованной зоны вокруг Идлиба. По сообщениям арабоязычного издания Baladi News, в Джисар Аш-Шугуре прошло совещание главарей радикальных вооруженных группировок Хаят-Тахрир, Аш-Шам, Исламская партия Туркестана, Джейш-Аль-Изза и Хураз-Ат-Дин. По итогам совещания командира террористов снова заявили о своем отказе сдавать тяжелое вооружение и поддерживать российско-турецкое соглашение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Идлиба. Турецкая газета «Енис Афак» раскрыла деятельность американских и израильских разведслужб в Сирии. Согласно опубликованной информации, только за последние два года американская разведка вовлекла в свою деятельность более 3000 агентов в городах Хасака, Рака, Дейр-Эс-Зор, Ман-Бич, Ан-Аль-Араб и Тель-Абьят. Для вербовки агентов использовались религиозные учреждения и гуманитарные организации. Отмечается, что совместно с ЦРУ работало более 70 агентов израильского МОСАДА. В Армавирской области Армении вчера состоялись торжественные мероприятия, посвященные 103-летию героической самовороны Муссолера. На торжествах присутствовали губернатор Армавирской области Армении Гагик Мираджанян, посол Франции в Республике Армения Джонатан Лакот. Проживающий в разных частях мира муссолерцы, предводитель Армавирской епархии Армянской апостольской церкви и гости. Как сообщается на официальном сайте областной администрации, поздравив всех по случаю праздничного дня и воздав дань уважения памяти 18 жертв героической самообороны Муссолера, губернатор Гагик Мираджанян отметил, Армянский народ 103 года назад в этот день, как и на протяжении всей своей жизни, в очередной раз вышел на борьбу против неравных сил. Посол Лакот, в свою очередь, отметил важность героизма двух дружественных народов при самообороне Муссолера, назвав его образцовым для всех поколений. Цитируя президента Франции Эммануэля Макрона, посол сказал, Франция всегда с армянским народом. В духе сегодняшнего дня в мемориальном комплексе был организован также праздничный концерт. На сегодня у нас все. Далее мы представим вам композицию в исполнении Дживана Гаспарена. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!